Приветствую вас, по описанию получается так, что мужчина в большей части собственник, по описанию получается так, что мужчина по большому счёту пытается сконтролировать, чтобы, ну, вы были той, кого он хочет видеть, вот, по описанию получается так, что для мужчины вот важны такие вот доверительные отношения, ему хочется таких доверительных отношений, где всё было бы открыто, где всё было бы понятно, где всё было бы ясно, где всё, ну, где всё было бы абсолютно прозрачно и так далее, вот. С женой у него этого, судя по всему, не происходит. Что куда более интереснее, это то, как вы сами видите всю эту ситуацию и какое место, какую роль вы отводите себе во всей этой истории, потому что, ну, совершенно очевидно, что мужчина-то, в общем и целом, он делает то, что хочется ему, он делает так, как удобно ему, тем более, что в первом браке у него, вероятно, что это не складывается, он воспринимает вас, к сожалению, ну, к сожалению, в сравнении, в сравнении с другими, да, женщины, в сравнении со своей женой, возможно, вот, то есть, как самостоятельную, как самостоятельную личность он вас, скорее всего, не видит, вот. Я не хочу сказать, что он такой плохой, вот, нет, просто тут история, скорее, про специфику ваших отношений, про специфику выстраивания ваших отношений, и при тех условиях, условиях, которые есть сейчас, да, при тех условиях, которые есть вот на данный момент, ну, просто не может воспринимать вас аутентично, скажем так, да, он может воспринимать вас, только в сравнении, только в сравнении с твоей женой, и, соответственно, с вами он компенсирует то, чего ему не хватает, не хватает, вероятно, ну, во взаимодействии со своей супругой, вот. Вот. Собственно, на мой, на мой взгляд, наше, как бы, тут можно дать такой, такой комментарий. Наконец, нельзя исключать, на мой взгляд, конечно, нельзя исключать обычную, элементарную тягу к собственничеству у мужчин. Собственно, брат, хочет, чтобы вы принадлежали ему, ну, не боится, что вы ему, там, будете изменять, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Вот, это просто чувство собственничества, и не более, не более того, которое присутствует, ну, у многих мужчин, в странах, странах от НК. Вот, раз жаль, это или плохо, решать исключительно вам. Вот, что с этим делать, опять же нужно решать вам. А-а-а, потому что, как-бы, только вам нужно исходить из, э- э... того, что вы хотите, вот, как бы, и вам необходимо ориентироваться на свои желания, вот, то есть именно то, чего вы хотите, вот, понимаете, какая штука, вот, ответьте себе на вопрос, почему для вас так важно понять, с чем связано его отношение, вот, к вам, то есть для чего вам это важно понять для себя, что вы таким образом пытаетесь компенсировать для себя, чем обусловлен ваш выбор женатого мужчины в качестве своего партнера, например, вот, то есть это тоже нужно выяснить, вот, чтобы чёткую, ну, чтобы иметь чёткую позицию вам свою, ну, вот, я думаю, так. А далее не совсем понятно то, что вы пишете по поводу того, что у него для этого есть жена. Женой он, скорее всего, сейчас на данный момент живёт просто как сосед, и жена для него не представляет никакого интереса, не является объектом его желаний и так далее. Другое дело, если у него отношения с женой расстроились по какой-то причине, то это может сыграть и, в общем, с вами злую шутку также, вот. Так что, тут опять же нужно выяснить, из-за чего проблемы у него со своей женой, да, то есть какие проблемы, почему проблемы и так далее, вот. Это тоже нужно выяснить, чтобы вы имели, так сказать, полную картину того, что происходит. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать, Екатерина. Надеюсь, это было полезно, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.